Хаджи Алиев Хинчагашвили Олимпийский чемпион Рио 2016 года Также серебряный призер Лондона 2012 года Где в финале проиграл россиянину Джамалу Антар Султанову Чемпион мира в Лас-Вегасе 2015 года Но с Хаджи Алиевом они встречались дважды Владимир Хинчагашвили дважды его побеждал Поэтому хорошо друг с другом ребята знакомы Единственное, что оба поднялись из 57 в 67 килограммов Сейчас и не очень, вернее в 65 килограммов И пока никак не получается там о себе по-настоящему заявить То есть ни Владимир Хинчагашвили, ни Алиев Толком не выиграли пока ничего Как перешли в 67 килограммов И он является против призером Олимпийских 65, прошу прощения И кстати, все время Владимир Хинчагашвили натыкается на россиян И терпит от них поражение Гаджимурат Рашидов побеждал Хинчагашвили Начинку Лар Ахмед Чукаев Правда, с Ахмедом Чукаевым там была победа и у Владимира Исмаил Мусукаев, кстати, тоже побеждал Владимир Хинчагашвили Причем как в сборной России, когда он был, так и в сборной Венгрии Когда уже выступал Пока очень осторожная схватка Частенько Владимиру Хинчагашвили не хватало терпения в его схватках И вот подхватывает Алиев ногу Перевод в партер пытаются осуществить Стоит Владимир Сбил, да, сбил ноги, два балла Алиев заработал Пытается выполнить накат Наката нет Многие говорят о том, что эти ребята маловаты для данной весовой категории Но Владимир Хинчагашвили, например, не раз говорил в интервью, что ему уже тяжело гонять в 57 Фактически это нереально сделать Поэтому он принял решение не оставаться в неолимпийском весе 61 А сразу же переходить в 65 Но фактически Хинчагашвили не одного золота после Олимпийских игр В Рио, где он, кстати, не встретился с Лебедевым Виктором Но встретился с Хаджи Алиева Так вот, ни одной золотой медали не брал Владимир Хинчагашвили с тех пор А вот Алиев брал, но правда только на чемпионате Европы Дважды в Бухаресте и в Каспийске А, и также был чемпионат мира в Париже точно 4-0 Первый период завершен Субтитры делал DimaTorzok Схватка возобновляется Владимир Хинчагашвили, конечно, это борец, который умеет включаться в нужный момент Когда это необходимо сделать Другое дело, что и Хаджи Алиев понимает Как будет действовать его соперник Вот подхватывает Хинчагашвили ногу Но уходит Хаджи Алиев Пытается извернуться, выйти из захвата Отпускает, отпускает Хинчагашвили Так, что там у нас? Один балл отдали Хинчагашвили Ну вот этот прием он применял против Рея Хуригучи На Олимпиаде в Рио Тогда он сработал на 4 балла Здесь не получилось поднять Хаджи Алиева Все-таки соперник-то тяжелее Почти на 10 килограммов Минута до конца Вот 2 балла Хинчагашвили зарабатывает Счет становится 3-4 Это, к слову, о том, как умеет включаться Хинчагашвили Когда это необходимо Ну что, последняя минута Отдает захват Хинчагашвили, но пока не потерял позицию Так, один балл отдают Алиеву 5-3, но вот Хинчагашвили спасет движение на 2 балла 15 секунд есть у Владимира Хинчагашвили Чтобы попытаться что-то сделать Так, рискует Владимир 7 секунд нет Сам отдаёт 2 балла Сам Владимир отдаёт 2 балла Не получилось провести приём Схватка завершена Хаджи Алиев одерживает победу И счет становится 2-1 Лыхочной встречи Поздравляем, поздравляем Хаджи Алиева Действительно одержал заслуженную победу Поздравляем, поздравляем Хаджи Алиеву 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 Субтитры сделал DimaTorzok